Здравствуйте, уважаемые цветоводолюбители! Сегодня я хочу предложить вашему вниманию композицию из шести растений, которые прекрасно могут быть ориентированы и на яркую полутень, и на более темную полутень. Итак, первое растение, о котором пойдет речь, это хоста. Хоста – сорт Верлвинд. Как вы можете видеть, основные цвета этой хоста – темно-зеленый и белый. А чем хороша эта хоста? Во-первых, у нее очень изящная форма. У нее присборенный темно-зеленый край. Она прекрасно растет и в полутени, и в тени на солнце. Мы ее в данном случае выбрали для полутени. Нарастает она? Хорошо. Смотрится необыкновенно, очень изящно. Итак, хоста Верлвинд. Кокетливо загнутый кончик. Присборенный край листа и ярко-белая середина. Следующее растение, о котором пойдет речь – это остильба. Я достаточно придирчиво отношусь к выбору остильб. В данном случае это сорт Лоллипуп. Цвет и размеры самого соцветия хорошие. Цветовая гамма яркая, розово-коралловая. Причем она может действительно расти. И даже на солнце будет прекрасно смотреться. Глянцевая листва. Высота этой остильбы порядка 40 сантиметров. Отлично смотрится с хвостами, с ромашками, с другими растениями. И на солнце, и в полутени, и в тени. Итак, это сорт Лоллипуп. Следующее растение – это самшит. В данном случае тот сорт самшита, о котором пойдет речь – это мой самшит. К сожалению, название сорта я не знаю. Но могу с уверенностью сказать, что этот самшит у меня растет около 20 лет. Он приятно нарастает. Он каждый год дает приросты. Он очень ярко, с яркой, глянцево, светло-зеленой, с темно-зелеными листиками смотрится на участке. И отлично растет в полутени. Сейчас высота моего самшита 20-летнего чуть больше метра. Название сорта не знаю. Но из всех самшитов, которые я покупала в садовых центрах и у коллекционников, этот самшит единственный у меня зимовал и приятно нарастал. Без гехеры, наверное, ни одна композиция, в принципе, не могла бы обойтись. Потому что сорт – это гехера Blackberry Jam. Но гехера хороша тем, что у нее зимуют лезтья. Она нарядная с самой весны. Кстати, самшит тоже нарядный, так как он зимует с этими листочками. И у него листочки не темнели. У Blackberry Jam – это ежевичный джем в переводе. Хотя я обычно переводами не пользуюсь. Глянцевые листья очень красиво вырезанные, с переливами розового, серебристого, более светлого и более темного, сиреневого оттенка. Как вы можете видеть, конечно, как любая гехера, эта гехера цветет. Но речь, конечно, именно о листьях. Потому что листья, как у всех гехер, будут вас радовать с весны, на глубокой осени. А вот этот папоротник – вечно зеленый папоротник. В данном случае это многорядник, сорт Plumosa Densum. Он постепенно нарастает. Вырастает у меня на песчаном грунте, ну, где-то до высоты 40 сантиметров. Каждый год количество вай увеличивается. Вай, как вы можете видеть, пушистые, очень красивые, очень яркая зелень. И даже у меня на песчаном грунте, хотя песчаный грунт, может быть, не всегда полезен для папоротника, даже на песчаном грунте это выглядит вот таким красочным образом. Итак, Plumosa Densum – постепенно нарастающий многорядник, который растет отлично и в яркой полутени, и в темной полутени. И последнее растение, о котором пойдет речь – это зигоденус изящный. Это многолетник, имеет достаточно узкую прикорневую розетку, и нарастает он прикорневыми розетками, а в середине лета распускаются изящные бело-зеленые цветы. На солнышке у меня высота цветоноса где-то 50-60 сантиметров. В полутени, ну, приблизительно, наверное, так же. Итак, прикорневые розетки, и каждая прикорневая розетка на следующий год зацветает у вас вот таким букетом цветов. Все растения, о которых шла речь, изящные, неповторимые, обязательно чем-нибудь отличающиеся. Значит, мы с вами эти растения можем посадить и в яркой полутени, и в более темной полутени. Хотя мы помним, что отдельные экземпляры мы можем посадить и на солнце. С точки зрения деления этих растений, хосту можно делить в течение всего сезона. Просто надо аккуратно выкапывать хост и аккуратно ножом его разрезать. А стильбу лучше или рано весной, или после цветения также можно делить. Можно делить летом. Не забывайте поливать эти растения. Самшит я размножаю с помощью черенкования. Черенки отрезаю рано весной, а затем в осенью рассаживаю это все в отдельные горшки или на разные места. Геферу тоже можно размножать в течение всего лета, отрывая боковые прикорневые розетки, можно даже без корней. И аккуратно здесь же под кустом, вдавливая эту розетку в землю, можно оставлять ее до момента образования корней. Единственное, что гехера не любит, она не любит перелива воды. Поэтому помните об этом. Даже если вы что-то почеренковали, поливайте все в меру. Плюмоза денсум. Плюмоза денсум, то есть этот нагорянец я делю или рано весной, или поздно осенью. Зигаденус. Зигаденус я делю рано весной. А вообще, откровенно говоря, когда есть время. Если у вас возникают какие-то вопросы, вы можете писать. Или нам на сайт, или на почту присылайте свои вопросы. Мы всегда вам ответим. Потому что мы всегда, может быть, мой ответ удовлетворяет ваши потребности. Этого. Этого.